ТАМАРА БЕЛЬЕВСКАЯ Наша школа новая, появилось много инструментов, педагогов. Я очень рада и здорово работать в таком коллективе высоких профессионалов и благородных людей по-настоящему. Воспитанники Тамары Бельевской становятся лауреатами многих конкурсов, а выпускники поступают в лучшие музыкальные вузы страны. И несмотря на пандемию, учащиеся развилковской ДШИ продолжают участвовать в творческих состязаниях. Мы ездили даже в Ярославль, там есть у нас дети-победители, есть второе место лауреата, и третье место, и ансамбли побеждали. Сейчас у Тамары Станиславовны 15 учеников в возрасте от 6 до 17 лет. В феврале многие из них примут участие сразу в трех фортепианных конкурсах, которые пройдут в Видном, в Броницах и в поселке Развилка. Девятилетняя Ангелина Бурлакова репетирует программу, с которой будет выступать на музыкальных фестивалях. Она уже три года занимается музыкой. Девочка признается, мама очень хотела, чтобы дочь освоила инструмент. Потому что у нас фортепиано когда появилось, когда мама захотела, чтобы мы и моя сестра, тогда мы, чтобы мы занимались музыкой и умели играть на фортепиано. Мама говорила, что сначала прадедушка купила фортепиано, потом это оказалось у бабушки и дедушки, и они нам передали фортепиано. А мама Аглая Авдеевой тоже была ученицей Тамары Бельевской. Сама Аглая хочет научиться играть и на других инструментах. Я хочу на барабанах и на гитаре. Я скоро буду на них играть. Меня мама скоро запишет. Для меня самое трудное – это сольфетчо. Я там мало чего понимаю. Тамара Станиславовна рассказывает, что уроки должны быть интересными. А чтобы они такими стали, надо постараться. Ведь современных детей сложнее увлечь. Я бы сказала, что современными детьми потруднее. Потому что они очень заняты вот этими гаджетами, много времени проводят. У них остается мало времени, к сожалению, на занятия музыкой. И вообще, и отношение у них другое немножечко было. Как в наше время, мы учителя боготворили, там не могли сказать ничего против. И слушались очень, выполняли задания. Сейчас в другое время, к сожалению, родители по-другому относятся, дети. Героиня нашего сюжета объясняет своим ученикам, что они не имеют права играть небрежно и безграмотно. Ведь музыкант – это проводник от композитора к слушателям. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.